Друзья, привет! Нахожусь сейчас в Махмуд Лари. Хочу для вас снять просто такое видео. Просто буду ехать в сторону центра. Хочу показать, как вообще жизнь протекает во время карантина. Есть ли народ на улицах, ходят ли в масках. В общем, я думаю, будет интересно посмотреть. Поэтому всем приятного просмотра. Не забывайте про лайки, подписывайтесь на канал и поехали! Итак, мы находимся, повторюсь, в Махмуд Лари. Сегодня у нас плюс 23 градуса. Выезжаю сейчас на улицу Барбаросса. Я думаю, если вы были в Алане, обязательно вы были на этой улице. Очень симпатичная такая улица. Что касается самого Махмуд Лара, это самый такой русский район. В нем есть все, что нужно для жизни. Многие, да, его именно выбирают для переезда, для квартиры, для отдыха. Летом я еще здесь не был, правда, но говорят, летом здесь прям потоки, потоки людей. Вот, ездят, видите, тоже машины по городу. Видимо, тоже говорят, что оставайтесь дома. Карантин. Я посидел на карантине 4 дня или 3 дня. Вообще хуже нет, чем сидеть дома. Поехал в новостройки, поснимал. Встретился с Максимом. Записал вам видео про деньги. И решил на обратном пути снять для вас такое видео. Проехаться по городу. Спереди. Спереди или впереди? Впереди, наверное, да, скорее. Можете увидеть. Видите, маленькая такая башенка с часами. Это, наверное, можно сказать, ну, нет, центром не назвать это, Махмутлара. Просто вот такое место. Я думаю, вы здесь бывали. Кто бывал, кстати, пишите в комментариях. Я когда в прошлом году здесь был, именно вот здесь вот гулял. Там справа мы кушали. И мы выезжаем в сторону моря. Как можете видеть, народ есть. Многие места общего такие пользования. Парки, фонтаны. Все замотано, видите, справа. Замотано ленточками полосатыми. Но зато погода у нас. Погода сегодня просто кайф. Погоду у нас не забрать. Погоду у нас не забрать. На море также запретили гулять. На море штраф какой-то там, что-то 3000 с чем-то лир. Серьезный, в общем, штраф. Там порядка 30 с чем-то тысяч рублей. А сейчас вот, да, давайте, не знаю, легкий такой экскурс проведу. Справа вдоль всего моря идет прогулочная набережная. Ой, слева, слева, да? Слева прогулочная набережная, пляжи. Справа у нас сам микро район Махмутлар. Махмутлар, чем район вообще отличается? Тем, что минус, да, его, начнем с минуса. Это плотная многоэтажная застройка. Все, мы уже проехали район Махмутлар. Следующий справа можете видеть район Кестель или Кестель. Сразу можно заметить, что этажность строительства сразу уменьшилась. Здесь район Кестель, здесь малоэтажное строительство, здесь живет мэр города. Хороший, ухоженный, европейский такой тоже райончик. С немножечко кусачими такими ценами. Но, например, район Оба мне больше нравится, потому что у нас в районе есть вся необходимая социальная инфраструктура. Например, у нас есть там Аланиум, да, большой торговый центр, куда ездят со всего города. Сразу рядом стоит метро, большой тоже торговый центр, где есть вообще все. От продуктов до телевизоров. Проезжаем новостройки. Вот эти новостройки, они стоят, видите, на Первой береговой. Вот это справа Арнелия, мы про нее уже снимали. Проехали Аксопия. Но здесь ценник, конечно, такой. Здесь в районе 100 тысяч будет стоить квартира 1 плюс 1, потому что это первая береговая линия. Подъезжаем сейчас к реке Дымчай. Называю ее так по-русски. Скорее всего, правильно она называется, немножечко иначе. И следующий микрорайон у нас после Дымчая будет Тосмур. Следом идет Оба. И следующий район уже центр, центр города. Проехали мы сейчас, друзья, заправку. Цены на бензин еще упали. Цена сейчас на 95-й. 5,23. Здесь вот камеры. Едем 80. Что касается цен на бензин, да, здесь так устроено. Не как у нас, что если цена на нефть падает, тут и цены на бензин сразу корректируются на заправках на всех. У нас что-то, что падает она, цена на эту нефть, что поднимается, цены все равно растут на бензин. Сейчас уже 5,23. Я приезжал, когда было 7,70 где-то вот в таком, в районе 7,5 лир. Ну, короче, 70 где-то рублей было. 75 рублей, 77 рублей. Сейчас цена 55 рублей. Почти как в Сочи цена. 95-й в Сочи 49,90, по-моему, я заправлял. Страна, в которой нет нефти, они покупают ее у нас, чтобы вы понимали. И цена почти такая же на сегодняшний день. Парадокс. Справа, видите, дорога уходит вглубь микрорайона Оба. Ну, мы едем прямо. Море сегодня какое красивое. Все, справа у нас уже район Оба. Здесь также слева, видите, вдоль всего моря здесь прогулочные набережные, скамейки, тренажеры, арт какие-то объекты. В общем, красота. Сидят пенсионеры. Отдельно велодорожка. Ну, в общем, все сделано для людей. А уже дома, новостройки, видите, стоят уже подальше от берега. И вся пляжная полоса свободна. Что касается микрорайона, давайте продолжим рассказ про микрорайон Оба, что в нем еще есть. Нахваливаю я район Оба. Ну, действительно, для себя я бы выбрал два района. Либо район Оба, либо Махмудлар. Ну, в Махмудларе, видите, если брать там квартиру себе для ПМЖ, не совсем удобно будет. Потому что летом все-таки будет наплыв туристов. Не знаю, как этим летом. В связи с последними событиями. Но, как правило, наплыв туристов и можно часто встретить какого-нибудь своего землячка с голым пузом, с пивком в руке. Ну, и, соответственно, кафешки не замолкают до ночи. И, в общем, у вас праздник будет без вашего разрешения к вам в дом приходить. Вот это первая береговая микрорайона Оба тоже. Здесь будет безудержное веселье. У нас Максим здесь жил когда-то. Знал, говорит, весь репертуар соседнего заведения. Но я живу на второй линии. Там, конечно, туристического вообще ничего нет. Ты просто живешь. Очень удобно. Именно для ПМЖ. То есть тихо, спокойно. Район состоит практически из одних новостроек. Поэтому это либо русские люди, либо европейцы. Также есть турки. Турки, кстати, отличные вообще соседи. Проезжаем справа наш офис. Ну, в офисе нам делать нечего. Мы едем домой. Доедем сейчас до Аланиума и там повернем. Аланиума у нас тоже работает в режиме с 12, по-моему, до 5. И то работает только супермаркет на первом этаже. Все остальные заведения, все магазины, все закрыто. У нас тоже в нашем комплексе все замотали ленточками. Ни сауна тебе, ни бассейн, ни хамам, ни бильярд, ни теннис, ни баскетбол. В общем, как в Сочи стало. Хотя у балкона есть большой. На балконе можно посидеть. Ну, надеюсь, все это скоро закончится и мы вернемся к нашей классной жизни в Алании. И вы, ребята, тоже сможете сюда попасть вместе с нами, прочувствовать. Так, как раз вот у нас заправка. Давайте заедем, заправимся. И видите, как раз цены. Так, так, евро дизель 5.53, 95-й 5.22. Вообще приятный ценник. Прям как в Сочи теперь стал практически. Подъезжаем мы к торговому центру Аланиум. Вот он прямо у нас. Так, как бы нам тут так... Чуть-чуть доставим неудобства ради видео. Давайте проедем через парковку. Обычно здесь припарковаться негде. Но сегодня, я думаю, будет 2-3 машины. Ну да. Видите, вся парковка пустая. Все закрыто. На карантине. Люди, кто пополам, наверное, кто в масках, кто без масок. Кто-то вообще в масках и перчатках. Каждый делает свой выбор. Я, например, очень скептично ко всему этому отношусь. Поэтому хожу без маски и без перчаток. Ну, соблюдаю обычные правила гигиены, которые я, в принципе, и в обычной жизни соблюдал. Всегда мыл руки, там, перед едой. После того, как приедешь откуда-то. Очень-очень приятный такой микрорайон. Оба. Очень он мне нравится. Вот этот жилой комплекс, он дорогой. Здесь живет элита Алании. Под элитой я подразумеваю врачей. О всяких работниках, государственных работников. Здесь, кстати, учителя и врачи получают очень хорошую зарплату в районе 90 тысяч рублей. Ну и видите сразу наши российские номера. Вот Порш стоит, Мерседес стоит. И сейчас еще Инфинити поставим тут тоже. Все, друзья. Такое вот видео у нас сегодня получилось. Надеюсь, для кого-то это было видео полезным. Может кто-то хотел приехать, не получилось приехать. Через мое видео хотя бы чуть-чуть здесь побывали. Надеюсь, скоро все это закончится. И все мы уже здесь встретимся. Всем желаю хорошего здоровья, хорошего иммунитета. И дай бог, свидимся в Алании. Всем пока.